14 января 1820 года Михаил Достоевский и Мария Нечаева обвенчались в церкви Московского военного госпиталя, при котором и жили первый год. В конце 1820 года, после рождения первого сына Михаила, Достоевский уволился с военной службы и с 1821 года перешел работать в Мариинскую больницу для бедных. Переселяясь на Божидомку, Достоевские уже ожидали к концу осени рождения Федора. В 22 года быть приговоренным к смерти и ждать, пока тебя повесят. Впереди жизнь, полная красоты и молодости, а тебя хотят убить. Но рядом с тобой в поезде, везущем тебя в ссылку, эти надоедливые женщины. Сынок, возьми Евангелие. Тебе отдают его даром. Разве можно их обидеть? Бросить его в карман, поблагодарить и уйти. Так ты и поступаешь, но уходя, ты остаешься наедине с собой в тюремной камере. Ты, приговоренный к смерти, политзаключенный, как и все рядом с тобой, от малого великого. Здесь ты на своей шкуре осознаешь всю глубину одиночества толпы и понимаешь, что отчуждение создаёт не расстояние, а настроение людей. И человек становится твоим лишь тогда, когда у вас с ним одно сердце, а не одна крыша над головой. А жизнь, даже в 22 года полная молодости и красоты, не имеет смысла без любви. Ты осознаёшься это, злишься и закуриваешь. Чтобы очистить трубку, вырываешь страницы из Евангелия. Так или иначе, она тебе не нужна. Все эти поповские разговоры. Хоть в чём-то тебе пригодился этот женский подарок. Дни идут, а ты уже разорвал всё Евангелие от Матвея, Марка и 14 глав от Луки. Ты раздражён. Однообразие, ожидание смерти, сигареты и темнота. Чувствуя невыносимую усталость, ты думаешь, дай-ка почитай, о чём здесь сказано, и открываешь его. Так открывается твоя жизнь. Отец, который не спрашивает, зачем ты делаешь то или другое. Объятия, которые открываются тебе, хотя ты об этом и не просишь. Любовь без границ и правил. Жертвенность с любовью, относящаяся к каждому человеку. В 15 главе от Луки история блудного сына и милостивого отца. То, что ты блудный, тебе известно. Важно то, что ты узнаёшь. Он в твоей жизни не полицейский, но любящий отец. Всё меняется, всё обретает смысл. Все родства твоё подходят к концу. Ты более не живёшь напрасно. И жизнь становится прекрасной не потому, что ты молод, как это было раньше, Но потому, что обрела смысл. И скоро ты скажешь нам. Человек хочет не просто жить, но знать, зачем живёт. Я дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор, и даже я знаю это, до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоило и стоит мне теперь эта жажда верить, Которая тем сильнее в душе мою, чем более во мне доводов противных. И однако же Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен. В эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим. И в такие-то минуты я сложил себе символ веры, в котором всё для меня ясно и свято. Этот символ очень прост. Вот он. Верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее христа. И не только нет, но и с ревнивой любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше бы хотелось оставаться со Христом, нежели с истиной. Если Бога нет, то всё позволено. Фёдор Достоевский Чёрт меня тогда потащил, а уж после того он мне объяснил, что не имел я права туда ходить, потому что я такая же точно вошь, как и все. Насмеялся он надо мною. Вот я к тебе и пришёл теперь. Принимай гостя. Если б я не вошь был, то пришёл бы я к тебе. Разве старушонку убил? Я себя убил, а не старушонку. Какое страдание? Ну что теперь делать? Говори. Встань. Пойди сейчас, сию же минуту. Встань на перекрёстке, поклонись. Поцелуй сначала землю, которая даст твою, а потом поклонись всему свету. На все четыре стороны. И скажи всему звуку. Я убил. Тогда Бог опять тебе жизнь пошла. Мария же, пришедшая туда, где был Иисус, и увидев Его, пала к ногам Его и сказала Ему, Господи, если бы Ты был здесь, не умир бы, правда. Иисус, когда увидел её плачущую, и пришедших с ней людей в плачущих, сам воскликнул духом и возмутился. И сказал, где вы положили её? Говорят Ему, Господи, поди и посмотри. Иисус прослепился. Когда ей говорили, смотри ей, как он любил его. А некоторые из них сожгли. И мог ли сей, отвергшие в обществе Бома, сделать, чтобы этот нюх. Они положили ждать и терпеть. Им оставалось ещё семь лет, и до тех пор столько нестерпимой муки и столько бесконечного счастья. Но Он воскрес, и Он знал это. Чувствовал вполне всем обновившимся существом своим. А она и тяжела только одной Его жизнь. Под подушкой Его лежала Евангелие. Он взял его машинально. Эта книга принадлежала ей. Была та самая, из которой она читала Ема в воскресении Лазаря. В начале каторги Он думал, что она замучит его религию, будет оговаривать о Евангелии и навязывать ему книги. Но к величайшему Его удивляет.